Любопытный факт. Комбинация клавиш Ctrl-Alt-Delete для быстрой перезагрузки компьютера была предложена доктором Дэвидом Брэдли, одним из 12 инженеров, разработавших первый массовый компьютер IBM PC. Правда, сначала он предложил Ctrl-Alt-Escape, но оказалось, что эту комбинацию можно было случайно нажать одной рукой. Это точнее РУ. Добро пожаловать на наш телесайт. Артемий Лебедев. Один из самых читаемых и в некотором роде почитаемых блогеров Рунета. Живой журнал пишет много, часто его посты носят скандальный характер, но одна из последних его записей про чеки не относится к таковым. Пришли вы в кафе, поели, попросили счет. Так без предусловий начинается пост Артемия Лебедева. Далее выложен скриншот счета, той самой бумажки, которую приносят посетителю. Обычно дело происходит так. Клиент расплачивается и уходит. Но погодите уходить, обращается к читателям Артемий. Потребуйте кассовый чек. То, что вам принесли сам в начало, это не чек. Это при чек. При чек очень похож на чек. Он на белой бумаге, в нем есть перечень заказанного, в нем есть и того. Но это просто информационный листок. Операция, не прошедшая через кассовый аппарат, не является фискальной. То есть этих денег государство не увидело. Ну и что с того, подумает читатель? На сумму чека это все равно не влияет? Может и так, но согласитесь, мысль о том, что вас могут водить за нос, вряд ли способна доставить удовольствие. А вот как описывает темную схему с при чеками блогер Тёма. Самая частая схема воровства в заведениях питания после воровства продуктов – это отмена при чеках. Технология простая. Человек поел, ему принесли при чек, он заплатил и ушел. После этого при чек отменяется. И все, все деньги можно украсть, а расход продуктов всегда можно списать на что угодно или даже дозакупить их. Фискальный чек не пробивается. Если вы готовы проявить в этом вопросе принципиальность, то следующая информация для вас. Итак, чтобы не позволить официантам вводить себя за нос, нужно уметь отличать при чек от чека. Фискальный документ, коим является чек, имеет ряд обязательных признаков. Это и название предприятия, и НН, и номер кассового аппарата. Ну а, пожалуй, проще всего ориентироваться на букву «Ф», которая в том или ином виде изображается в чеке. Она может быть составляющей аббревиатуры, например, «ФП» – фискальная память, либо просто красивой буквы «Ф». Сам Артемий Лебедев признается, что если в заведении ему, как и положено, приносят чек, он всегда оставляет 10% чаевых. А если в ресторане жульничают, то блогер идет на принцип и может не только оставить официантами с чаевых, но и настойчиво потребовать чек. Это шестиминутное видео стало хитом Ютьюба. Оно состоит из 7,5 тысяч фотографий Кори Маклеода. Запечатлен каждый день его жизни с момента рождения до празднования 21-летия. Все фотографии сделаны отцом. За 21 год у Маклеодов накопился 71 альбом. Главе семейства потребовалось полтора года, чтобы отсканировать снимки, снятые на пленочную камеру, и загрузить их в компьютер. А спонсор программы «Точнее.ру» – компьютерный мини-маркет «Новатор» на холодильной 55. Компьютерная техника электроника для работы и учебы. Компьютер для всей семьи. Три года гарантии. Выгодная цена – 13 500 рублей. Приходите. Магазин «Новатор». Улица Холодильная, 55. Телефон 68 44 10. Магазин «Новерный мини-маркет» Спонсор программы «Точнее.ру» – магазин «Новатор». 68 44 10.